Знаете, я подготовил определенную проповедь, есть тема, над которой я размышлял уже какое-то время, и несколько последних домашних групп по разбору Библии, которые я посещал, еще мне определенный импульс придали, так сказать, в дальнейшем рассуждении над этой темой. Но я молился о том, чтобы все мои, может быть, правильные и красивые слова не остались просто словами, чтобы Бог наполнил это слово Духом Своим, чтобы действительно Дух в нас что-то животворил. И если мы, подобно Фоме, не будем неверующими, но будем верующими, как бы парадоксально это утверждение не звучало для христианской аудитории, то, я думаю, все мы можем для себя что-то взять, независимо от того, верим мы на сегодняшний день или нет, независимо от стажа нашего христианства, каждому из нас Бог что-то может сказать. Я думаю, что у многих на слуху вопрос, связанный со спасением. И о том, каков механизм спасения человека, высказываются разные мнения отдельными направлениями христианства. «Вера или дела? Дела или вера? Если есть вера, нужны ли дела? И если нет веры, помогут ли дела?» Например, в послании к Галатам, разбор которого сейчас проходит на одной из воскресных домашних групп, апостол Павел высказывает бескомпромиссную критику в адрес тех, кто в вопросе спасения в вере, в вопросе спасения к вере в Христа пытается добавить соблюдение определенных иудейских ритуалов. И Павел пишет, что одно, то есть спасение по вере в Христа, исключает другое, то есть надежду на то, что это спасение дают какие-то обряды, ритуалы, то есть собственные человеческие действия. Как только для спасения человек начинает сам предпринимать какие-то действия, пусть и ритуальные, прописанные в иудейском законе или в нашем случае в Библии, если осовременить вот этот посыл апостола Павла, то тем самым человек демонстрирует отсутствие веры в достаточность жертвы Христа для очищения греха, и эта жертва не имеет для него силы. Чтобы вы не думали, что данное утверждение является голословным, мы можем заглянуть для начала в Галатам 5.2. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Обрезание – часть иудейского закона. И иудействующие христиане того времени говорили о том, что, да, вера в Христа – это хорошо, да, Христос – Мессия, но все-таки давайте соблюдем иудейский закон, чтобы наверняка быть уверенным в спасении, да, чтобы была совсем уж полнота. Апостол Павел говорит о том, что вы, по сути, делами рук человеческих как будто дополняете совершенное Господом. Тем самым то, что сделал Господь, для вас не имеет силы. Вместе с тем, ведь в наше время, если говорить о современном христианстве, наверное, ну, не совсем актуально говорить о ритуальных каких-то действиях, да, хотя многие вещи, которые порой происходят в современных евангельских церквях, порой превращаются в своего рода ритуал. Но есть в жизни человека просто добрые дела, хорошие поступки, как они влияют на наше спасение и на наше отношение с Богом. Вера и дела. Пара слов, которые облажат умы ни одного поколения христиан. И неспроста, потому что можно без преувеличения сказать, что от правильного понимания соотношения этих слов, этих понятий в вопросе нашего спасения и в вопросе нашей в целом христианской жизни зависит все. Об этом я сегодня и буду говорить. И, чтобы не мудрствовать, лукаво назвал тему проповеди предельно просто и конкретно. Вера и дела. Думая об актуальности темы, я вспомнил слова Иисуса Христа. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8.32 они записаны. Эти слова имеют особое значение, думаю, для той части моей проповеди, которая относится к соотношению дел и веры в вопросе спасения. И вторая часть проповеди, надеюсь, поможет расставить нам правильный акцент в вопросе практического христианства. Знаете, настоящее вдохновение, настоящее понимание библейской истины, которая заложена в этой теме, оно действительно может принести даже человеку верующему определенную свободу, определенную легкость, определенную уверенность в том, что есть вещи, которые просто нужно принять верой. Почему материалистический ум многих людей, неверующих, не в состоянии осмыслить евангельскую весть? Почему не в состоянии многие люди принять спасение? Потому что как раз они не могут воспринять вот то сверхъестественное, что есть вообще в этом вопросе, что есть в этой теме. Начну с корня проблемы и немножко истории вопроса. Давайте вместе откроем четвертую главу книги Бытие и коротко прочитаем короткую историю, которая, я думаю, многим из нас известна. Четвертая глава Бытие со второго стиха. Еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. И Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Ломаются копии проповедников насчет того, почему же дар Каина Бога не устроил. А вот дар Авеля был угоден Всевышнему. Ведь, по сути, и тот, и другой принесли в жертву результаты своих трудов. Один выращивал и принес то, что он вырастил, растения, да, какие-то, фрукты, овощи, не знаю, что там было конкретно. Другой принес то же, что он выращивал, но занимался разведением животных. Казалось бы, совершенно разные, равные условия, но почему-то разная реакция Бога. Попробуем разобраться вот в причинах такой разной реакции Бога на такие, казалось бы, на первый взгляд, одинаковые действия первых братьев на земле. Вы, кстати, думали о том, что это первые братья на земле, Каин и Авель, как Адам и Ева, первые люди на земле. Нигде до этого не написано, обращу наше внимание на то, что Каин был особенно плох, а Авель был особенно хорош. Библия не дает им никакой характеристики до момента жертвоприношения. Просто история начинается с контактации факта, что вот у Адама с Евой родились эти два сына, да, которые, соответственно, являлись братьями. Чем они занимались, говорится, и вот они приносят жертву, и, соответственно, такая реакция Бога. Определенным ключом к пониманию этого отрывка является послание к евреям. Смотрите, если мы откроем 10 главу послания к евреям, то мы можем там прочитать буквально с первого стиха следующее. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь телецов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесужение и жертвы за грех не угодно тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою Божию». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, «Вот иду исполнить волю Твою Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». В этом обилии, может быть, текста, на первый взгляд, хочу обратить наше особое внимание на слова, во-первых, третьего стиха, «Жертвами каждогодно напоминается о грехе». Из четвертого стиха «Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». И из десятого стиха «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Сопоставив эти отрывки с целым рядом других библейских мест, мы можем понять, что задолго до того, как Иисус в реальности принес себя в жертву, Богу было угодно, чтобы до принесения совершенной жертвы Его Сына в жертву приносились животные. И со времен Адама, изгнанного из рая, воля Божья была в том, чтобы люди приносили жертвы с кровью, как символы будущего пролития крови Христа на Голгофе, который станет совершенной жертвой, как мы читаем в 10 стихе, рассматриваем отрывок к евреям, достаточной для прощения грехов и для освящения тех, кто признает эту жертву как принесенную за Него. Мы должны понимать, что Богом не закладывалось в жертвоприношение барана, ягненка, козла и других животных, которые использовались в этом ритуале, смысла искупительной жертвы. Потому что само по себе действие в виде принесения жертвы с кровью не имело силы для прощения и очищения от греха. Оно было просто внешним, символическим проявлением послушания Богу. Своего рода прообразом, как мы говорим. Поэтому, если принесение жертвы не сопровождалось смирением, если оно не сопровождалось покаянием в сердце, то угодить Богу такой жертвой было невозможно. Без богоговейной веры в Бога, которому приносились эти самые жертвы, приносящий просто совершал бессмысленный ритуал. То есть, еще раз, изначально Богом жертвоприношение животных закладывался символический смысл, указывающий на будущую совершенную жертву Христа и на то, что за грех должна быть смерть. Тем не менее, жертвоприношение было определенным шагом для угождения Богу при правильном состоянии сердца того, кто эту жертву приносил. При наличии, то есть, веры и при наличии покаяния. Мы еще вернемся к этому, анализируя ситуацию жертвы Авеля. Но пока я хочу подчеркнуть, что вот без этой ключевой внутренней составляющей принесение жертвы, как я уже дважды сказал, было просто ритуалом, не дающим абсолютно ничего тому, кто его совершал. Поэтому, принеся Богу дар в виде плодов земли, Каин согрешил вдвойне. Во-первых, он сделал не то приношение, которое угодно было Богу. Во-вторых, он представил свое приношение без соответствующего внутреннего состояния. Ведь вместо того, чтобы предложить Богу животное жертвоприношение с пройтием крови, как это хотел Бог, Каин принес плоды своих собственных трудов. Почему-то он самонадеянно решил, что приношение, которое ему самому казалось лучшим, чем задуманное Богом, должно устроить Бога. Тем самым, Каин проявил непослушание Богу. Вот это то самое внутреннее, ненадлежащее его состояние. И это в данной ситуации свидетельствует о том, что в его сердце не было смирения перед Богом, не было должного почитания Бога и не было веры. Поэтому его жертва и не была принята Богом. Отвергнув предписанное Богом животное, жертвоприношение, Каин, по сути, отверг Божий замысел относительно спасения в Своем Сыне, на которое и указывало приношение крови. Смотрите, 1 Петра, 1 глава 17 стиха. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших в Него, через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Вот эти слова, предназначенного еще прежде создания мира, они как раз и указывают на то, что изначально вот в этой идее жертвоприношения животных с кровью закладывался образ вот этого будущего жертвоприношения Иисуса Христа. Но что же Авель? Вернемся к посланию к евреям. 11 глава, 4 стих. Верою мы можем прочитать там, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Бог принял жертву Авеля не потому, что в ней была какая-то особая духовная польза. Мы говорили о том, что же это приношение имеет лишь символическое значение. А потому, что она была принесена с верой и послушанием. Обратите внимание, что Авель в Евреям, в 11 главе, 4 стихе, называется праведным по причине его веры, а не по причине совершения им конкретных каких-то правильных действий в виде принесения определенной жертвы. И анализируя этот момент, и читая дальше, ту же 11 главу, послание к евреям, мы можем убедиться, что еще на заре человечества Бог признавал человека праведным не через его дела, а через веру. В связи с верой упоминаются определенные имена, о которых я скажу чуть позже. И вот этот момент, мне хочется, чтобы мы на данном этапе поняли. Никогда в истории человек не спасался собственными заслугами, потому что иногда вот есть определенное такое понимание, да, что до определенного момента можно было выполнить какие-то действия и, соответственно, через это получить спасение. Нет, абсолютно нет. О том, какое значение имеют определенные дела или действия, я еще скажу. Но из того, о чем мы прочитали сейчас, мы видим, что спасение никогда не происходило через какие-то действия человека. И вопрос, вот этот соотношение дел и веры, да, в вопросе, в частности, спасения не возник с приходом на землю Христа. Этот вопрос существовал всегда. Возможно, в противостоянии иудейства и христианства он приобрел какие-то новые оттенки, но суть его осталась та же. И со времен первых людей религиозная жизнь человека характеризуется вот этими двумя противоположными направлениями, которые олицетворяют Каина и Авеля. Тот, кто идет путем Каина, следует обману сатаны и безрезультатно пытается своими делами заслужить Божью милость. Если в те времена эти были какие-то ритуальные действия, то в наши времена, может быть, в определенных направлениях христианства тоже есть некоторые ритуальные действия, но есть и свои собственные дела, которые человек делает в надежде на то, что через это он обретет особую милость или благодать в глазах Божьих. И некоторые комментаторы Библии вообще называют поступок Аина одной из первых попыток добиться праведности делами. Второй путь это путь Авеля, следует, тот, кто следует по нему, по сути, следует Божьему замыслу, получая благодать и прощение по вере. Строители Вавилонской башни, если рассмотреть какие-то исторические примеры, отраженные в Библии, пошли по пути Каина, по пути неверия и бунта. И подавляющее большинство людей в древнем мире творят беззаконие и приносят для успокоения собственной совести жертвы, шло по пути Каина. Но были и те, кто избрал благочестивый путь Авеля, путь веры и послушания. Имена некоторых из них, как я говорил, уже упомянуты в 11 главе послания к евреям. Это Енох, Ной, Авраам и Сара, это Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Раав, Гидеон, Варак, Самсон, Иефай, Давид, Самуил и другие. Возможно, тот, кто Библию не читал, просто услышал сейчас набор каких-то имен, но тот, кто читал Библию, тот, кто знает Писание, я думаю, слыша каждое из этих имен, вспоминает определенную историю, связанную с жизнью, связанную с отношением с Богом, вот, перечисленных мной людей. И об этих людях, обратите внимание, в первом и втором стихе, можно их вместе высветить, одиннадцатой главы, послание к евреям, написано, что они свидетельствованы в вере, да, в первом стихе говорится о том, что такое вера, и дальше говорится о том, что в ней свидетельствованы древние, и древние, это как раз те, вот, которые перечисляются ниже в этом стихе, которых я сейчас назвал. И, может быть, чуть более понятный смысл второго стиха, раскрыт в одном из современных переводов, в котором написано, наши праотцы жили такой верой, то есть, как написано в первом стихе, да, такой верой, и заслужили одобрение. Верой они заслужили одобрение Божие. Когда родился Иисус, подавляющее большинство евреев, превратно толкуя Писание, старались своим каким-то благим поведением, да, своими делами завоевать благоволение Бога, полагаясь в этом вопросе на себя. И, основывая свое понимание на раввинских толкованиях, они считали, что можно заслужить прощение грехов и особое благоволение Бога строгим соблюдением огромного списка заповедей. Тем не менее, и в эпоху Христа были верные богу люди, в число которых, как мы читаем в Евангелиях, например, входили Мария и Иосиф, Елизавета и Захария, Анна и Симеон, помните, этот старец и это тоже пожилая женщина, которые дождались прихода ожидаемого имя Мессию, с которыми была встреча в храме. И эти люди свое спасение вверяли Богу. Да, они сообразовывали свое поведение с предписанным Богом какими-то нормами, может быть, даже обрядами, от чего не следует уклоняться и нам, но в то же время для них это имело значение определенного внешнего свидетельства их верности и послушания Богу. И в вопросе своих отношений с Богом они полагались не на свои дела, а на самого Бога, были сосредоточены не на ритуалах как таковых, а на Всевышнем, стоящем за этими ритуалами, на Всевышнем, ради которого они это делали. Немного сути о спасении по вере хочется мне сказать, чтобы расставить определенные акценты. Иов, в книге Иова, 25 глава, 4 стиха, 4 стихе, один из друзей Иова как-то воскликнул. И как человеку быть правым перед Богом? Да, как человеку быть правым перед Богом? Такое, я бы сказал, безнадежно-горестное восклицание, да, потому что это действительно сложно, а в принципе, наверное, невозможно, если исходить из чисто человеческих возможностей. Суть духовной проблемы человека заключается в том, как, я думаю, многие верующие знают, что человек не способен побороть свою греховность, отделяющую его от Святого Бога. И ответом Бога на эту проблему является предоставление оправдания верой, что это значит? Человек не станет праведным, сколько бы он не соблюдал закон, сколько бы он не делал добрые поступки, сколько бы он не творил милостыни, сколько бы он не пытался, может быть, соблюсти определенные ритуалы, потому что греховность коренится не в делах человека, вот здесь сама суть, да, а в его сердце. Это часть его внутренней природы, унаследованной от согрешившего Адама. То, что мы называем грехами, убийство, ненависть, измены, зависть, пьянство, кражи, другие какие-то поступки, являются лишь проявлением внутренней падшей природы человека, отражением его греховных мыслей, реализацией и воплощением их в жизнь. Причем, как мы знаем, из обличительных высказываний Христа, записанных в Евангелиях, не имеет принципиального значения, проявились эти грехи внешне или нет. Человек носитель греховных мыслей или состояние грешных в глазах Бога точно так же, как и тот, кто реализовал свои греховные наклонности. Например, как мы видим в Матфея 6,22, я думаю, можно показать, чтобы это было у нас перед глазами, Бог смотрит на человека, испытывающего чувство ненависти, как на убийцу, даже если эта ненависть не приведет к реальному лишению жизни кого-то. Но в сердце есть желание, чтобы этого человека не было на земле, чтобы с этим человеком что-то произошло, чтобы этот человек больше не присутствовал в жизни кого-то, и, соответственно, это указывает уже на греховное намерение сердца этого человека лишить жизни. Поэтому, сколько бы ритуалов человек не исполнил, сколько бы хороших дел не совершил, это не может спасти его от праведного гнева Божьего, на который обречены все грешники, потому что дела человека, еще раз говорю, не могут изменить греховную природу человека. Что же в этой ситуации может помочь? Только вера в Иисуса Христа. Она может единственно принести человеку дар праведности, которым сопровождается прощение и спасение. И в подтверждение этой истины мы можем прочитать в третьей главе послание апостола Павла к римлянам следующее. Давайте откроем третью главу послания к римлянам с 21 стиха. «Но ныне независимо от дел закона, читаю я там, явилась правда, то есть праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Помните, мы вначале говорили о том, что изначально подход Божий к праведности не отличался от того подхода, который усматривается в Новом Завете. И дальше 22 стих мы читаем. «Правда, то есть праведность Божия, через веру во Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе и Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего во Иисуса». 27 стих пропускает 28 стих, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо отдел закона». Чувствую себя сегодня немножко Мартином Лютером, да, реформаторская такая проповедь у нас звучит, но я не буду углубляться в подробный анализ этого отрывка, предлагаю вам поразмышлять над ним на досуге. Зачитанный фрагмент послания к римлянам является библейским основанием целого ряда утверждений, которые звучат в моей проповеди, и в частности он подчеркивает саму суть новозаветного послания. Человек становится угодным Богу благодаря подвигу Христа, которого вполне достаточно для этого, а не благодаря собственным заслугам, которых совершенно недостаточно, сколько бы их ни было, какие бы они ни были для того, чтобы угодить Богу. Очень красноречиво этот отрывок звучит в одном из современных переводов, поэтому я зачитаю его. Послушайте, но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Ведь все согрешили и все лишены славы Божьей, и все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Бог сделал его кровавой жертвой умилостивления для всех, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Напротив, Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса. Опять пропуская 27 и 28 стих, мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона. Конкретно и совершенно однозначно, по-моему, не допускает никаких двояких толков и какого-то непонимания или недопонимания. Добавлю лишь, может быть, что спасительная вера во Христа подразумевает не только продиктованное или не столько продиктованное разумом, может быть, признание того факта, что Иисус умер и воскрес за грехи человека, сколько глубокую внутреннюю уверенность в том, что смерть Иисуса Христа прощает лично мне соделанные мной грехи, а также подразумевает это полную готовность покориться Иисусу Христу как Господу. Иаков в 4 главе 7 стихе записал «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Первое, что мы должны понимать в этом вопросе, верующий не нуждается в законе как в средстве спасения, потому что через Христа он уже получил спасение. И второе, верующий не нуждается уже в своей христианской жизни, в системе управления законом для водительства в новой жизни, потому что его постоянно направляет пребывающий в нем Дух Христов. Возможно, что в сказанном мной об оправдании верой немного нового для верующих, особенно тех, кто имеет уже немалый стаж, так сказать, христианства. Но, тем не менее, даже при правильном понимании того, что спасение нам не заслужить, никакими подвигами молодецкими, говоря сказочным языком, по моим наблюдениям, зачастую есть определенное непонимание роли дел в жизни уже обращенного человека. Нужны ли дела вообще? Разумеется, верующий должен изучать Библию. Он должен молиться, он должен поклоняться, как бы кто плохо не относился к слову должен, сложно мне какое-то другое слово здесь подобрать, он должен свидетельствовать, соблюдать определенные поведенческие нормы, которые просто неотделимы от верной христианской жизни. Но духовность, мы должны понимать, не измеряется частотой и интенсивностью вот этих занятий. То есть, мы не можем сказать, что если мы больше читали Библию или больше молились, то это само по себе дает нам основания говорить, что мы являемся более духовными. Святость исходит от Духа Святого и только от Него. Мы не можем себя накачать, как часто звучит в высказываниях нашего пастора и некоторых других проповедников. Мы не можем каким-то образом искусственно что-то в себе создать, потому что святая жизнь выражается не в наших делах для Бога. Вот мне хочется, чтобы мы эту расстановку сейчас поняли. Не в наших делах для Бога, а в тех делах, которые Он творит через нас посредством Его Духа. Если это исходит просто от нас, то это соответственно не то. Но если это исходит от Духа Его и проходя через нас проявляется вовне, то это вот то самое, да, то самое христианство, о котором говорит Новый Завет. Это та самая живая вера. Это то самое водительство Духа Святого. Это то, о чем говорит апостол Павел, когда само помазание учит нас и вести святую жизнь. Это значит, как в Ефесианам 3.16 мы можем прочитать крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Крепко утвердиться Его Духом в нашем внутреннем человеке и постоянно исполняться Духом, как мы в Ефесианам 5.18 можем прочитать и во многих других местах. Мы получаем оправдание по благодати Божией. Не по своим заслугам, не по своим делам, не потому, что мы особым образом чем-то Богу угодили и так далее. Затем уже в нашей христианской жизни мы освящаемся, то есть получаем определенную победу над плотскими своими какими-то качествами, характеристиками, порывами, преображаемся все больше и больше в образ Божий, переходя от славы в славу, как говорит Писание, благодаря водительству Духа Святого. И именно благодаря этому. Поэтому для победы нашего духовного человека над плотскими какими-то слабостями и пороками мы можем и должны черпать силу именно в Духе Святом, а не в соблюдении лишь усилием воли своих собственных определенных предписаний, содержащихся в Библии. Знаете, может быть, опять же, наверное, нашему такому чересчур материалистическому уму, да, сложно воспринять вот эту концепцию, сложно усвоить вот эту конструкцию, но это как раз тот случай, по поводу которого я вспоминал слова Иисуса, обращенные к Фоме, не будь не верующим, но верующим. Вот это момент сверхъестественный, вот поэтому это и называется верой, поэтому то, что мы с вами исповедуем, делаем, о чем мы с вами говорим, называется религией, да, поэтому к этому применяется вот это слово сверхъестественное. Это не подвластно до конца, может быть, нашему человеческому осмыслению, это не подвластно нашим человеческим усилиям каким-то и попыткам однозначно, но это нужно принять верой и если это принято и если это практикуется, если мы, так сказать, словили вот эту волну, да, если мы почувствовали вот этот момент, вот эту грань между тем, что мы вдохновлены на что-то Богом, да, и между тем, когда мы не испытывая ничего, не имея абсолютно ничего в себе, просто сухо свои какие-то действия предпринимаем, то, я думаю, мы поймем, в каком направлении нам надо двигаться, к чему стремиться, чего желать, и в чем заключается истинная вера. И вот насколько результативно получается у нас действительно освящаться благодаря водительству Духа Святого показывает наша жизнь. Я думаю, что очень часто, особенно может среди более молодой части церкви звучат высказывания, утверждения, я в Духе, я прорываюсь, я там действительно в Боге, с Богом и так далее. Но знаете, говорить можно многое. Вопрос не является ли это самообольщением, не является ли это самообманом, действительно ли это является реальностью чьей-то жизни. Кто внимательно слушал проповедь, должен помнить, как я говорил о том, что грехи являются лишь проявлением падшей природы человека, отражением его греховной мысли. Так вот, добрые дела, библейские правильные поступки и отношения с членами семьи и окружающими людьми являются проявлением нашей рожденной свыше души. В качестве примера, рассуждая над этой ситуацией, я вспомнил утюг, я не знаю, все ли утюги сейчас выглядят таким образом, вот не посмотрел свой собственный, который у нас есть, но раньше, по крайней мере, по моим воспоминаниям из детства, на всех утюгах была такая лампочка красная, и если она горит, то это значит, что утюг работает, и утюг греется. Такие лампочки в совершенно разных проявлениях являются индикаторами, то есть они показывают, что процесс какой-то идет. Так вот, для того, чтобы понять, идет ли процесс моего взаимодействия с Духом Святым, являемся ли мы действительно Вадимым Духом Святым, мы просто можем посмотреть на те индикаторы, на те красные лампочки, о которых говорит нам Писание, А их в принципе целый ряд. Если дать им общее какое-то название, то индикатором истинности и искренности нашей веры в Бога и нашего обращения к Нему является все то, что из нас исходит. Помните, когда Иисус проповедовал в Луки 6 глава 45 стих, мы можем прочитать, например, такое его высказывание. Добрый человек из доброго сокровища, сердце своего выносит доброе. Я не буду читать дальше, я сейчас говорю именно об этой стороне. Если есть это в нас, если действительно Дух Святой наполняет нас, если мы действительно вводимы в нашей христианской жизни им, из нас это будет литься, из нас это будет происходить. Может быть, эта вещь для кого-то уже и банально звучит, но мне хотелось бы, чтобы мы осмыслили вот это все сейчас в контексте того, о чем я говорю и к чему я нас подвожу. Да, уже в принципе подвел. Иаков очень красноречиво об этом пишет, да, наверное, самый такой конкретный в этом вопросе человек и недаром, наверное, так долго рассуждали, включать ли вот именно это послание в канон Нового Завета, но тем не менее включили, и мы верим, что это богодухновенное слово. Так вот, Иаков говорил о том, что первая глава, например, 22 стих, нам необходимо быть исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающими самих себя. Говоря о самообмане, самообольщении, да, о чем я упоминал сегодня, можно того же Иакова привести 26 стих ниже в первой главе. Если кто из вас думает, что он благочестив, ну, как раз вот эта ситуация, да, я праведник, у меня с Богом все хорошо, я в духе и так далее, но не обуздывает языка своего, то он обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Из этой же серии 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Ну, может быть, обобщающая, да, вот, эту мысль, место из Иакова, вернемся к нему, 2 глава, 17-18 стих. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Финальная часть, так сказать, да, моей вот этой логической цепочки подводит меня лично, да, в моих рассуждениях, и мне хочется это до вас донести, к тому, что мало слов, мало рассуждений, мало, может быть, просто дел без ничего. Хорошо, когда есть все то, о чем я говорил в совокупности. Когда мы понимаем, что мы не становимся более угодными Богу от того, что мы сегодня сделали то-то, или мы сегодня сделали это, может быть, это какой-то начальный этап нашего пути, да, со Христом, когда маленький ребенок сделает что-то хорошее, ну, я не знаю, не переводят они, наверное, старушек через дорогу, но игрушки, например, в комнате своей убрали, да, и приходят, папа, правда я молодец, да, ребенок желает похвалы, ребенок ожидает одобрения. Может быть, и мы так на определенном этапе нашей жизни, сделав действительно что-то хорошее, ожидаем одобрения свыше, и думаем, что Бог будет нас лучше любить. Но давайте посмотрим вот на этот образ из отношения родителей и детей, которым я уже упомянул. Можем ли мы сказать, что родители любят детей больше, когда ребенок сделал что-то хорошее? Нет. Просто сердце родительское радуется, что его ребенок хорош, что может быть какие-то усилия родительские по воспитанию, да, по привитию каких-то навыков принесли какой-то плод. Мы всегда радуемся, когда наши труды имеют добрый результат. Но это не меняет в принципе нашего отношения, оно есть и существует независимо от этого. Точно так же и в отношениях с Богом. Если мы делаем что-то хорошее, то насколько это возможно в отношении Бога сказать, сердце Бога радуется, он радуется за своих детей. Если мы делаем что-то плохое, мы огорчаем его, мы пренебрегаем жертвой сына его, и это вновь должно побуждать нас приходить под сголговскую струю, исповедоваться, просить прощения, просить И обратную ситуацию, вернемся к примеру с родителем и ребенком. Когда ребенок делает что-то плохое, и мы ругаем его, или даже наказываем, любим ли мы его меньше? Нет. Мы огорчены, мы понимаем, что за всякое преступление должно быть наказание, и мы применяем какое-то исправительное воздействие для того, чтобы он понял, что совершил ошибку и больше этого не делает. Возможно, ребенок в тот момент, когда его наказывают, или после этого, я однажды слышал высказывание детей на такую тему, вы меня наказали, вы меня не любите, но мы же понимаем, что это не так. Я всегда говорю в таких ситуациях, что извините, дети, логика обратная, если бы я вас не наказывал, я бы вас не любил, потому что мне было бы все равно, какие вы, что вы делаете, и какими вы вырастите, но поскольку мне не все равно, я применяю доступное мне исправительное воздействие в отношении вас, точно так же и в отношениях с Богом. Наше хорошее или плохое поведение, это, знаете, как мини-экзамен, что ли, который мы сдаем на верность Богу, на вдохновленность Духом Святым на праведную жизнь. если мы наполнены, если мы исполнены, то в нас это проявляется. Мы будем молиться сейчас, и я надеюсь на то, что для людей, которые уже со Христом, которые уже являются христианами со стажем, независимо от длительности этого стажа, дает он вам право уже на христианскую пенсию или нет, я не знаю, тем не менее, для себя извлекут вот эту главную мысль, эту евангельскую суть, и получат, может быть, определенный новый какой-то импульс для своего христианского движения, ориентированный в первую очередь на Бога, ориентированный на то, чтобы от Него получать какое-то вдохновение. Мы рассуждали на домашней группе по разбору, о том, что закон, то есть определенные вещи, которые прописаны в Писании, это детоводитель ко Христу, и это актуально как для человека, который еще не обратился, так и для того, кто находится на начальном пути. Но когда человек вырастает, он, по идее, должен двигаться сам. Ведь задумка Бога при заключении Нового Завета была, помните, в чем? О чем было пророчество еще пророком Ветхого Завета? Бога была в том, чтобы вложить закон свой в сердце их. И чтобы не нужно было уже учить, чтобы не нужно было что-то говорить, но чтобы вот это внутреннее наполнение, оно двигало христианинам в угодном Богу русле. И мы к этому должны стремиться. Мы должны понимать, что это недостижимый эталон. И опять же, если приходят какие-то искушения, соблазны, если приходят, может быть, какие-то промахи или падения в нашу христианскую жизнь, то это не повод опускать руки и думать, что все, моя плоть поработила меня, все это бесполезно, насколько могу, скреплюсь и буду пытаться делать праведные дела. Да, безусловно, мы должны контролировать свое поведение и то, что написано в Слове Божьем, о норме для христианина в отношениях с Богом, друг с другом, в семье, это индикаторы, по которым мы проверяем, лампочка горит, значит, что-то не так, лампочка не горит, значит, все нормально, ну или наоборот, в зависимости от того, что этот индикатор в вашем условном восприятии будет обозначать. это что касается верующих людей. Если кто-то здесь находится, кто еще не принял Христа в свою жизнь, если здесь есть те, кто не воспринял, может быть, до этого момента, вот эту радостную весть, которая говорит о том, что не хождение в церковь, не чтение Библии, ничего другого, кроме того прикосновения, исцеляющего нашу душу, Духа Святого, не способна спасти нас от будущего праведного гнева, то надеюсь, что это вам тоже придаст импульс к покаянию, и можно, не откладывая надолго, будет сделать это сегодня. Давайте мы встанем, будем молиться.